Во дворе дома по улице Молокова кипит работа. Деревья садят десятки человек. Тут работники управления зелёного строительства и представители местной управляющей компании, и, конечно, жители ближайших домов. Они, как никто, нуждаются в этих деревьях. Ведь раньше здесь, прямо под их окнами, был пустырь, а на нём незаконные парковки. Во-первых, выхлопные газы от парковок. Большая очень площадь занята была парковкой. Не было необходимости в таком объёме. Мы живём в соседнем доме и пришли поучаствовать в субботнике, чтобы у нас здесь был парк, в котором можно погулять с ребятишками. Эти хвойные выращены специалистами Красноярского УЗС в собственном питомнике. Их выкопали и привезли вместе со всей корневой системой и поместили в заранее подготовленные лунки. А всем, кто удивляется, почему их садят сейчас в ноябре, отвечает эксперт. Странно бы выглядели посадки в летний период. Потому что, наоборот, в осенне-зимний период самая лучшая приживаемость идёт. Сокодвижение у дерева уже прекращено. Ему ничего не вредит. После того, как листва упадёт, можно производить посадку деревьев и зимой, и продолжать в течение всего периода. Если деревья будут подготовлены, выкопанные, то есть ямки будут готовы, то есть проблем никаких нет в этом. Напомним, компенсационные посадки ведутся в Красноярске с прошлого года. Их цель — восполнить ущерб от вырубок, сделанных при строительстве спортивных объектов универсиады. В рамках программы город получит в общей сложности 88 тысяч деревьев. Сейчас с её помощью муниципальные власти решают сразу три проблемы. Возвращают городу растения, благоустраивают районы и борются с незаконными парковками, на которые постоянно жалуются местные жители. Стоянки сносим, через определённый период они возникают снова. Значит, и процесс этот бесконечный, процесс этот затратный. Поэтому и было принято вот это решение, что после сноса незаконной стоянки организовать место посадки деревьев. Теперь, конечно, достаточно качественные, хорошие, красивые, крупномерные деревья, которые здесь высаживаются, они не позволят никому уже совершать какие-то незаконные действия по организации платных парковок. В мэрии есть целый список адресов, где вместо стихийных парковок должны появиться зелёные аллеи. В ближайших планах Водопьянова и Урванцева. Мария Антюшева, Алексей Гусев. Новости.